Мир подходит к эпохе печати денег, как это было в 2021. Как и в начале прошлого цикла, из-за этого все ожидают бешеный рост уже в четвертом квартале этого года. Но постойте, не все так просто. Сегодня я расскажу, что происходит, когда включаются печатные станки, и будет ли четвертый квартал действительно настолько бычьим, как все ожидают. Я также покажу, почему вам нужно быть готовым к ошеломительным сюрпризам, которые могут перевернуть четвертый квартал с ног на голову. Так что обязательно досмотрите видео до конца и не забудьте передать за проезд. Проезд у нас стоит 1 лайк коэн. Передали? Большое спасибо за поддержку. Также не забудьте написать в комментариях о своем настроении на конец этого года. Просто напишите, я настроен по бычье, если вы сейчас оптимист, или я настроен по медвежье, если вы сейчас пессимист. Хочу понять настроение на рынке сейчас по комментариям. На данный момент все считают, что четвертый квартал этого года будет очень бычьим для криптовалюты. Они смотрят на таблицу с историческими данными и говорят, посмотрите, четвертый квартал самый бычий в истории, так что мы точно будем в плюсе. Позже я покажу вам кое-что об этой таблице, что вас поразит. Но сначала я хочу вернуться на месяц назад, когда все говорили, что сентябрь будет медвежьим. Потому что эта таблица показывает, что сентябрь исторически худший месяц для криптовалют. Я тоже так говорил в конце августа-начале сентября, когда об этом мало кто говорил. Но сейчас эта теория стала настолько популярным мнением, что я не удивлен росту биткоина в конце сентября. Смотрите, реальность такова, что криптовалютный рынок сильно манипулируется. Следовать за толпой может быть рискованно, потому что когда все ожидают чего-то одного, манипуляторы делают наоборот. Вот почему я являюсь контр-инвестором. Что означает, что я делаю противоположное тому, что делает толпа. Ну, по крайней мере, пытаюсь. Это не так просто. Так что если все говорят, что четвертый квартал будет ультра-мега-бычьим, следует проявить немного осторожности. Сначала нужно поговорить о главной причине, почему все так побычи настроены на четвертый квартал. Китай печатает деньги. И США, похоже, скоро тоже начнут. Но что это вообще значит? Я объясню это простым языком. Рисковые рынки, такие как акции и криптовалюты, нуждаются в деньгах для роста. Чем больше денег в мире, тем больше денег попадет и на рисковые активы, что в свою очередь поднимет цены. Так что когда Китай и США печатают деньги, это очень бычий сигнал для таких рисковых активов, как биткоин. Все просто, да? Но есть очень важный нюанс, о котором большинство не говорит. И я скоро поделюсь им с вами. Но сначала давайте посмотрим, почему Китай печатает деньги. У них сейчас экономический спад. От замедления роста ВВП до кризиса в недвижимости дела у них идут не очень. Поэтому они снижают ставки и вливают около 142 миллиардов долларов в экономику. И часть этих денег, вероятно, попадет на рисковые рынки. Кстати говоря, более подробное видео об этом я сделал сегодня. Ссылку оставлю в описании. Если не видели, обязательно посмотрите. Но печатает деньги не только Китай. США тоже скоро начнут печатать деньги. И по какой-то причине все думают, что это ультрабычий сигнал для 4 квартала 2024. Но есть подвох. Многие люди неправильно понимают, что такое печать денег. Это не работает так, что Китай объявляет о стимуляции, и в тот же миг тысячи долларов в юанях появляются в случайных криптокошельках по всей стране. Если подумать, становится очевидно, что это не так работает. Как и все, что связано с правительством, это медленный процесс. Между объявлением о планах стимулирования и широким распространением свеженапечатанных денег могут пройти месяцы. И даже тогда первым это почувствует биткоин и уже затем альткоины. Таким образом, хотя эта новость из Китая очень хороша для рисковых рынков, по моему мнению, мы не почувствуем полной силы этих вновь напечатанных денег до 2025. Полной силы, подчеркиваю. Ведь сейчас это может подстегнуть рынок, но только потому, что инвесторы будут набирать позиции в ожидании того, что эти свежие деньги поступят на рынки в 2025. Так что в следующий раз, когда кто-то скажет, что четвертый квартал бычий из-за печати денег в Китае, объясните им, как это на самом деле работает. Поделитесь с ними этим видео. Еще одна вещь это денежная масса. Глобальная денежная масса М2. Это мера денег, циркулирующих в экономике, и она резко растет в последние 6 месяцев. Это означает, что новые деньги уже поступают на некоторые рисковые рынки, что вполне очевидно, учитывая, что индекс S&P 500 продолжает обновлять исторические пики, так же, как и золото. Но я сказал на некоторые рисковые рынки, потому что криптовалюте не так повезло. Эти новые деньги пока не поступают в криптовалюты, в таких же масштабах, как это происходит с акциями или золотом. Биткоин в этом плане отстает, и это видно по графику. И на то есть веская причина. Розничные инвесторы пока не инвестируют в биткоин. Возможно, вы уже слышали об этом, потому что многие говорят об этом, но я поделюсь уникальной точкой зрения, так что важно, чтобы вы дослушали меня до конца. Причина, по которой криптовалюты отстают от других рынков, заключается в том, что розничные инвесторы пока еще не пришли на рынки. Как отмечает Бенджамин Коэн, количество просмотров на различных криптоканалах Ютуба остается низким, особенно по сравнению с 2021. И это же касается и моего канала, хотя в последние три недели мне сказочно повезло. Так что хочу поблагодарить вас за то, что вы являетесь частью моей небольшой, но очень весомой аудитории. Но факт остается фактом. Просмотры на крипто Ютубе довольно низкие, и это ключевой показатель для оценки того, сколько розничных инвесторов на рынке сейчас. Но речь не только про просмотры. Новых подписчиков на Ютубе тоже мало, хотя мы видим интересный всплеск вот здесь, что может быть предвестником грядущих изменений. Новых подписчиков в Твиттере для криптостраниц тоже мало. Посмотрите, насколько все было безумно в 2021, но сейчас мы не видим ничего подобного. И как отмечает Алекс Беккер, объем поисковых запросов по биткоину тоже находится на низком уровне, прямо как в медвежий рынок, что показывает отсутствие интереса со стороны розницы. Так что даже если все эти напечатанные деньги Китая чудесным образом окажутся у розничных инвесторов за одну ночь, вопрос в том, станут ли они покупать криптовалюту. Ответ в конечном итоге, скорее всего, да. Потому что факт в том, что все эти данные, показывающие, что розничные инвесторы сейчас не в криптовалюте, на данный момент, на данном этапе рынка являются нормой. Меня буквально сводит с ума, когда люди говорят, розница не пришла. Как будто это большой сюрприз. Почему они удивляются? Просто посмотрите на эти данные. Просмотры на ютубе в октябре 2020. Если посмотреть на циклы, это примерно то же самое, что и октябрь 2024. Просмотры немного падали в октябре и не начали расти до декабря 2020 или января 2021. Количество новых подписчиков на ютубе даже сильнее упало в октябре 2020 и не начало расти до декабря или января. И это касается большинства этих показателей. Розничные инвесторы всегда медлят. В этом и суть. Они приходят поздно, когда все начинает расти. Покупают на пике и продают на спаде. Нормально, что их сейчас нет на рынке. Потому что еще не пик. Давайте проясним. Розничных инвесторов пока действительно нет, но они придут. И когда ворота откроются и орды потекут на рынок, мы все знаем, что будет дальше. Однако многие утверждают, что розничные инвесторы не придут, потому что у них нет денег. Я часто слышу это и от многих уважаемых аналитиков в том числе. Конечно, я не так умен, как они. Но по мере своих скромных возможностей попробую разобраться с этим прямо сейчас. Во-первых, инфляция в США и других странах снижается, что означает, что у людей больше денег на траты. Во-вторых, уровень безработицы падает, что также означает, что у людей больше денег на траты. И в-третьих, как я уже упоминал, денежная масса М2 растет. А теперь давайте поговорим о задолженности домохозяйств. Я вижу, как многие говорят, что долги домохозяйств достигли рекордного уровня. И что люди не могут вкладываться в рынки рисковых активов как раз из-за этого. Пожалуйста, посмотрите на этот график внимательно. Задолженность домохозяйств в США была на историческом максимуме в 2021 году. И тем не менее, тогда у нас был самый невероятный бычий рынок. Так что, пожалуйста, перестаньте говорить мне, что рекордные долги означают, что люди не могут инвестировать в рынки рисковых активов. Как мы видим, люди это игроки. Они всегда находят способ. Но в любом случае, все зависит от того, совершила ли ФРС США мягкую посадку и избежали ли мы рецессии. Если вы не знаете, что это такое, все просто. Мягкая посадка – это когда экономика замедляется ровно настолько, чтобы сдержать инфляцию, но при этом избежать значительного спада или рецессии. Если ФРС США удастся достичь мягкой посадки на этот раз, это будет первый такой случай с 1980-го. Но если это произойдет, у людей будут деньги. Так что данные показывают, что сейчас деньги – это не проблема. Проблема – это стимул к инвестированию. Действительно ли люди хотят этого? Или они думают, что криптовалюта и биткоин – это мошенничество? Теперь позвольте мне рассказать вам секрет о том, как работают инвестиции. Хотя это и не совсем секрет. Это теория рефлексивности легендарного инвестора Джорджа Сороса. Рефлективность – это концепция самоисполняющегося пророчества, когда участники вкладываются в актив, потому что он растет. Затем он растет больше, потому что они инвестируют, что привлекает новую волну участников, которые тоже инвестируют, потому что актив растет и так далее. Так формируются пузыри. И чем больше крипта растет, тем больше розничных инвесторов начинает инвестировать, что приводит к еще большему росту и привлекает еще больше инвесторов и так далее. Но чтобы этот цикл начался, нужна искра. Нужно начальное увеличение количества смелых инвесторов, чтобы цены начали расти и привлекать следующую волну. Так откуда возьмется эта искра? Рад, что вы спросили. Буду краток. Начались выплаты по долгам FTX. FTX была одной из крупнейших криптовалютных бирж и она рухнула в 2022 из-за множества незаконных махинаций. На самом деле Кэролайн Эллисон, которая была тесно связана с этим скандалом, недавно получила двухлетний срок и должна выплатить 11 миллиардов долларов в качестве возмещения ущерба. В общей сложности в четвертом квартале кредиторы FTX начнут получать выплаты на сумму 16 миллиардов долларов. Однако эти выплаты часто задерживаются, так что не стоит ожидать их в начале четвертого квартала. Суть в том, что многие из этих пользователей FTX – заядлые криптовалютные спекулянты, которые смогут снова инвестировать свои деньги в альткоины. Это миллиарды долларов, которые могут поступить в альткоины. Люди могут спросить меня, да как же люди, которые пострадали от FTX, снова вложатся в крипту, когда получат свои деньги обратно? Вы просто не понимаете менталитет криптовалютных спекулянтов. Любые деньги, которые у них есть, они вкладывают в криптовалюту в надежде на стократную прибыль. Некоторые из них уйдут, но многие из них вернутся, что на мой взгляд является наиболее вероятным триггером для начала безумного роста альткоинов. Я думаю, это та самая искра, которая запустит обсуждаемый нами рефлексивный цикл. Не стимул из Китая, о котором все говорят на этой неделе, потому что, как я уже говорил, мы не почувствуем немедленного эффекта от этого стимула еще несколько месяцев. Полного эффекта. Но когда это случится, это может сделать 2025 год самым крупным бычьим рынком за всю историю. Так что это все еще захватывающая новость, особенно если к ней добавить грядущую печать долларов, а не только юаней. Но главный вопрос, на который нам нужно ответить, настроен ли я по быче на четвертый квартал этого года? И ответ очень краток. Я настроен по быче, в любом случае, будь то падение или рост. Но падение я всегда хочу больше, просто потому, что это позволит мне накопить еще больше. Меня зовут Богатейший Ди, и это не финансовый совет. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok